В Астане катастрофически не хватает инво-такси. На сегодня по городу ездят всего шесть специализированных автомобилей для двух с половиной тысяч человек. Этот вопрос подняли на круглом столе общественной приемной Аманат. Люди с инвалидностью рассказали партийцам, что им приходится заранее заказывать такси и даже вставать в очередь. Мешает активной жизни и ограниченное время работы перевозчика. Их услуги доступны только с девяти до шести. А внедренный в Минтруда пилотный проект через мобильное приложение Яндекс.Го на легковых автомобилях подходит не всем. Пожаловались жители столицы. Каждый год одна та же проблема. Мы зимой не можем выходить на улицу, но с сугробы до остановки не доехать. Мы только пользуемся инво-такси специализированным. Яндекс они сделали, но они в пилотном проекте в этом году запустили. Они, получается, возят людей, которые могут пересаживаться. А я, например, не могу пересаживаться. И у меня коляска большая, тяжелая, 120 килограмм. Это не каждый водитель ее подымет. Если после полдесятого позвонишь, уже все забито. Потому что машин мало. У меня электрическая коляска. И я без машины специализированной, без подъемника не могу обойтись. Обычная легковая для меня не подходит, потому что коляска не складывается. В Аманате, в свою очередь, рассказали, что в ближайшее время в планах разработать ряд поправок в действующие правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью. И пообещали, что в разработке примут участие все участники сегодняшнего круглого стола. Инфотакси у нас с 2010 года не обновлялось. Всего по городу ездит 6 единиц техники, то есть 6 машин, которые конкретно обслуживают наших опорников. Но, смотрите, сейчас прошло уже 14 лет. В 2010 году лиц с инвалидностью, с поражением опорно-двигательного аппарата, которые вели активный образ жизни, их было гораздо меньше. Сейчас за 14 лет количество людей увеличилось. Продолжение следует...